Дома Аксу кушает смиренно, послушно, ему все нравится, он поддерживает меня в моем решении, но когда мы выбираемся на какие-то мероприятия, к гостям, к друзьям или еще на какие-нибудь свадьбы, например, или какие-то торжества, он налегает на мясо. Ну, человек голодал столько времени, теперь надо покушать, не знаю, что делать. Мы находимся на единице дома, он меня поддерживает, говорит, что ты молодец. Вот смотрите, то есть он вас поддерживает, да? Да. А вы его не поддерживаете, да? Нет, дело не в этом, дело в том, что он просит, чтобы я поменьше говорила о своем выборе, о том, что я пить мясо. Правильно, правильно, молодец, разумный человек. Вот у меня вопрос, как, и раньше я спокойно относилась к тому, что он кушал мясо, а сейчас я просто уже не могу на это смотреть. А мне, у меня к вам вопрос, а вы очень смиренная же, правда, девушка? Не всегда. Ну, смиренно относитесь к тому, что он не кушает мясо, правда ведь? То есть кушает мясо, то есть вы все смиренно воспринимаете, ну, как бы не мучаете его, да? Не диспортируете с ним. Ну, мы слушаем вместе ваши лекции и… И вы очень смиренно, правда ведь? То есть кушает мясо, кушает, ничего страшного, вы терпите, да? Да. А если он не кушает, тоже хорошо, то есть вы с любовью, как бы, к его развитию относитесь, не давите на него, правда ведь? Нет. Потому что есть три категории людей, есть безразличные люди к другим, это невежественные люди, им по барабану будет там кушать мясо, не будет, все равно, что хочет, то и делает. Я своей жизнью живу, ты своей. Вторая категория — это фанатики. Фанатики ставят идею выше человека. Вот если человек идею не принял еще до конца, не может принять, у него нет знания, не хватает знания, то фанатики его начинают мучить, этой идеей. Они человека ставят ниже идеи. И есть сердечные люди, благостные, добрые люди. Добрые люди, они дают возможность человеку расти, то есть вот кушаешь мясо, ничего страшного. Главное, что ты лекции слушаешь, супер, развивайся. Вы к какой категории относитесь? Первой, второй или третьей? Третьей. То есть у вас вообще нет с ним проблем никаких, правда? Тогда если к третьей категории, вы спокойно относитесь к его взглядам, не беспокоитесь о том, что он где-то запрещает вам говорить о вегетарианстве. То есть у вас нет проблем, правда ведь? Ну, мне не нравится его позиция, в том, что... Значит, все-таки вы ко второй? Меня вроде и нет. Ко второй категории относитесь тогда, получается. Получается так. Ну вот, видите, все, значит, у вас проблемы, а не в нем. Он вас не выдерживает, потому что вы давите на него своими взглядами. Вы знаете, я вам предлагаю со мной пожить в это время. Поживите со мной недельку, не как жена, а просто вот поживите рядышком. И я вам свои стандарты жизни сейчас предложу. Свои стандарты. С утра молитва три часа, холодный душ, там прорубь и так далее. На голове стоять там и так далее. Будем вместе. Нормально? Нет? А почему вы не принимаете мои предложения? Я не согласен вообще. Что это такое? Надо принимать? Что вы не хотите быть такой развитой? Вы так на лекции ходите, слушаете лекции, вот. А принимать меня не хотите полностью? Что это за такое безобразие, а? Я поняла, то есть мне нужно его принять. Молодец какая. Стандарты же разные бывают, понимаете. У вас такие стандарты жизни. Вы думаете, ой, кошмар, мясо ест, присутствие гостей. Но наоборот думать, господи, человек на такой подвиг пошел, вот он вообще не готов без мяса жить, вообще человек не готов. И ради вас он вас любит, ради вас слушает лекции и не ест мясо дома. Да ему вообще надо просто памятник при жизни поставить такому мужику. Мужчины согласны, нет? Согласны. Представляете, какой мужик? Она говорит, мало. Хочу быть владычицей морской. Спасибо, я вас услышала. Молодец. И работать над собой. Молодец, молодец. Хорошо, вот женщина там вот. Да? Гордость видите? Вот еще хочу сказать всем, кто здесь сидит в этом зале. Меня часто обвиняют в том, что я разрушаю семьи благодаря тому, что я читаю лекции. Это обвинение, оно очень актуально. И разрушение не идет не потому, что я хочу, чтобы так было, а потому, что вы меня не слышите. Я вам говорю много-много раз. Пожалуйста, если вы развиваетесь как личность, там аскезы берет на себя, вегетарианство, там еще что-то, молитва, вы учитесь параллельно быть скромнее. Если вы, допустим, начали молиться, тогда вы также должны научиться принимать, что близкие люди могут, допустим, относиться к этому не так, как вы к этому относитесь. И смиренно просить их, как бы давать вам возможность это делать. Вот это правильный подход жизни. Если все вокруг едят мясо, не надо, как бы, перечить этому. Смиренно просто просить возможность так питаться, вот как вы питаетесь. С судьбой надо так общаться. Если вы бунт начинаете устраивать перед собой, типа, все питаемся, как я, вот и так далее, тогда семьи рушатся после этого. Но я на каждой почти лекции об этом говорю, вы все равно меня не слышите. Вот в чем проблема заключается. Развитие предусматривает смирение. Человек не должен, да, допустим, не я стала вегетарианцем, а вот по милости старших я поняла, как правильно питаться, и поэтому питаюсь правильно. Но я сама вот еще недоразвита, потому что мое развитие можно определить по тому, как живут мои родственники, они олицетворяют мою судьбу. Моя судьба еще не такая развитая, как я хотелось бы. И я просто смиренно смотрю на это, на все, считаю, что я пока не готова полностью вот в чистой атмосфере жить, чтобы никто мясо не ел вокруг. Пока я не готова, потому что у меня такая судьба. Это правильная позиция. А я типа такая возвышенная, уже в облаках летаю, а все вокруг тут такие грешники. Это означает гордость. Дорогие зрители, еще маленькое объявление. Когда вы задаете свой вопрос, пожалуйста, микрофон потом на колонку направляйте, потому что начинает звонить. И, как уже сказал Леонид Геннадьевич, пожалуйста, старайтесь задавать вопросы в микрофон, потому что на записке не будет амитарного же времени. Спасибо большое. Здравствуйте. Одна из моих проблем, это моя старшая доченька, виноваты, конечно, родители, потому что во время беременности были всякие эмоциональные всплески. Родился ребенок очень талантливый, но всплески психически теперь отразились. Не только заболевания. Какое заболевание? Ну, у нас аллергические каши, проблема, чтобы не было астмы. У нас каждое ли возбуждение? Ну, это результат жизни в городе просто. Это означает отсутствие контакта с природой. Повышенная чувствительность — это один из главных признаков детей в современном обществе. Повышенная чувствительность означает, не хватает защитной оболочки в организме. Эта защита идет от деревьев. Я сегодня утром побегал, побегал, побегал и встал возле дерева. Я постоял возле дерева минут 15-20 и почувствовал, я же чувствую тонко тела, как моя защита стала очень крепкой. Я стал крепче. Это значит, что любой стресс, любое воздействие там аллергена, оно будет переноситься очень стойко организму. Вот эта вот энергия деревьев, а в обычной жизни человека человек всегда получает ее. В природе не обязательно к дереву вставать. Он рядом с лесом живет, им этой энергии хватает. Но если человек живет в городе, энергии леса сильно не хватает. Поэтому оголяется защитная оболочка вот этого человека. И у него появляется повышенная чувствительность. Он начинает реагировать на различные раздражители, которые в природе, естественно, существуют. Это цветочная пыльца, шерсть животных и так далее. И рождение ребенка здесь ни при чем. Нет, у нас эмоциональные всплески. И вот сейчас нам в школу... Эмоциональные всплески, именно вы правильно говорите, у вас. У ребенка. У вас, да. То есть эмоциональные всплески идут у вашего ребенка от вас. Она эмоциональна по природе так же, как и вы. Это да, я понимаю. Нам сейчас идти в школу, у нас большая проблема. У нас категоричный стал вопрос. Мы хотим только пять. Любое что-то между или проигрывание у нас часовые истерики. То есть у нас, как мне стало, психолог, синдром отличивается. Мне самой ей помогать выбраться или обратиться к специалисту? Потому что я уже говорю, что мне оценки вообще не нужны. Мне нужен здоровый ребенок. Хорошо, тогда просто возьмите, вот у нас полечитесь, поставьте ей камни, она успокоится, мы ее просто снимем напряжение у нее и все. Чисто механически. А параллельно больше на свежем воздухе, лечиться деревьями. Вот, бегать, прыгать, больше движения. Ну то есть надо ребенка укреплять психически. Укрепление означает движение, воздух и деревья. Я делаю все, чтобы мы в квартире поменьше находились, если не хватает, этого не хватает, значит тогда лечение, лечение, камни, они что делают? Они делают защитный каркас тот же самый, вот камни могут сделать. Вот это лечение, видите, у меня черные камни на пальце. А браслеты белые на руках. Называется черно-белая схема. То есть черные камни, они что делают? Они напряжение уменьшают, напряжение, вот пальцы связаны с внутренним психическим цилиндром. Черные камни уменьшают напряжение, у меня там внутреннее напряжение копится, а снаружи у меня огонь копится, жар в теле. У каждого человека по-своему. У кого-то в наружном цилиндре копится жар, у кого-то огонь, а у кого-то холод. Если жар копится в наружном цилиндре, на браслеты белые камни. Если жар копится во внутреннем, то белые камни на пальцы. И получается, два психических цилиндра, они успокаиваются. Это успокоение влияет на психику, то есть человек становится спокойным, потому что у него и жар, и холод в теле уменьшается. Баланс наступает. Вот так мы балансируем детей тоже, которые перевозбуждённые, вот всех городских, городской этот синдром напряжения мы убираем вот таким лечением. А вроде не гиперактивно, но всё равно. А вот это то же самое, из гиперактивности она может идти в мышцы, в психику, а может идти в повышенную чувствительность. То есть это то же самое перевозбуждение, только оно идёт на другие психические зоны просто и всё. Вернее, на другие зоны регулирования организма, вот так правильно сказать. Это то же самое перевозбуждение. Астма, эпилепсия, ДЦП, аутизм, гиперактивный синдром вот этот вот у детей, нарушение сна, нарушение памяти, нарушение речи, всё одно и то же. Это одна и та же проблема в разных зонах просто. Можно вот быстренько спросить, врачи запрещают бегать, а всегда бегала после... Нет, не надо слушать, врачи всё запрещают. Солнце нельзя, земля нельзя, вода нельзя. Суставы стали болеть, бегать продолжать или сутки? Да, начните потихоньку бегать и суставы пройдут. А ну я начала, спасибо большое. Потихонечку, потихонечку, потом они сначала будут чуть-чуть побаливать после бега, а потом вообще пройдут и будет отлично. Я тоже, если я не занимаюсь, у меня тело, значит, становится деревянное. Я потом прозанимался, несколько дней позанимался и лучше стало всё. Давайте теперь сзади спросим кого-то. Вот, да, вот сильно хочет сзади совсем девушка. Сейчас бежим, бежим. Чё, в чёрненькой. У меня вопрос связан с работой. Знаете, вот совсем не хочется работать. Нормально для женщины, нормально, не хочется работать. Поднимите руку у женщины, кому не хочется работать. Всё? А кому хочется работать, теперь подними. Ну, немножко, некоторые любят. Иногда. Ну, хочется, потому что дома устаёшь, и хочется отдохнуть на работе просто ещё. Не то, что там сильно работать хочешь, просто это отдых для души, для сердца. Поболтать там, что-то поделать, любимое занятие. А вот я была на фестивале «Благость» у вас. А, вот это вам не повезло. Да, и вы там говорили… Представляете, на фестивале «Благость», если человек побывал, он уже жить нормально не может. Вот он думает о фестивале «Благость» всё время. Спит такой, ему снится фестиваль «Благость». Удивительный фестиваль. Очень. Да? Или нет? Да, очень удивительный фестиваль. И вы говорили там, что раньше женщины в этической традиции занимались духовной практикой, молились, ну, обладали этой силой, энергией. А сейчас, как бы, ну, женщина слабая и, ну, какая-то их силой. Может быть, я не так поняла, что всё-таки… А, то есть, работать должен мужик, а женщина должна молиться? Вот, да. Нет, неправильно. Женщина должна работать дома, больше с детьми, в обществе, социум, на ней лежит социум на женщине, а мужчина, он работает в развитии общества, то есть, он там занимается защитой государства, различной промышленность на мужчине, наука там, власть и так далее. На женщине обучать людей, заботиться, ну, то есть, женская специальность – это нянечки, учителя, забота обо всех, дома престарелых, больницы – это всё женская деятельность. Ну, деятельность есть у всех, у мужчин, у женщин есть деятельность обязательно в обществе. Ну, когда вот ситуация, допустим… А вы замужем? Нет. Ну, вот это ещё одна проблема, если вы не замужем, то вам надо же как-то выживать, надо, чтобы кушать. Я говорю, что можно с головы умереть. Вот, правильно, значит, надо работать, и параллельно работая, нужно ещё улыбаться всем и показывать, что вы есть. Женщина должна показать, что я есть. И причём одна. Как вас зовут? Анастасия. Анастасия, я всё понимаю, что вам не хочется на эту работу дурацкую ходить, что лень там, и вообще тяжело всё это. Ну, что я могу сделать? Если я был вашим отцом, я бы вам выдал вас замуж. Ну, я не ваш отец. Ну, что я могу, как я могу вам помочь? Я понимаю, что вам не хочется всё это. Сколько вам лет? У меня 32 года. Вот Анастасия есть, красивая девушка, не замужем, 32 года. Мужики, давайте, надо брать замуж её. Надо будет детей рожать, сидеть дома и радовать ваш взгляд. Вот. Давайте, позаботьтесь о ней, Анастасия. Решите этот вопрос. Видите, она сразу садится, всё, будет же ничего не надо, всё. Все вопросы решены. Здравствуйте, Олег. Вы прямо так вот сама, да, всё, я беру, всё, это мой микрофон, да? Ну, хорошо, хорошо. Скажите, пожалуйста, где вы берёте такие красивые молитвенные песнопения? В интернете? В интернете, да? Всё есть, да. Подскажите, пожалуйста, чем отличается медитация от молитвы? Какая функция несёт? Медитация — это деятельность ума. То есть человек занимается зерцанием, он сидит, как бы, и медитирует. Это не даёт такого же эффекта, как молитва? Нет, конечно, медитация — это делать человека умиротворённым, спокойным. Он сливается с окружающей атмосферой. А молитва, она вторгается в ситуацию, сжигает её и побеждает. Ну, то есть медитация, она, это возможность, как бы, настроиться на лучшее, слиться с хорошим, с чем-то. Ум успокаивает, это деятельность ума, а молитва — это деятельность разума. А общение Бога идёт именно через молитву или через медитацию тоже может проходить? Если человек чист, безгрешен абсолютно, и он чувствует Бога, то он может просто помнить о Боге и медитировать на Него. Но если человек не чистый, не безгрешен, у него щит, защитные щиты есть, от него, от Бога отделяет вот эта пельна грехов. Он не чувствует Бога, такой человек. И поэтому ему нужно молиться. Молитва, она, соединяясь с звуком молящегося, ты таким образом пробиваешь силой молитвы вот этих людей, которые молятся их милости, пробиваешь этот щит грехов свой. И чувствуешь Бога в результате. От него получается энергия, которая сжигает твою плохую судьбу. Тебя делает в этой жизни счастливой и в следующей. То есть ты как бы победителем судьбы становишься благодаря молитве. Это как дрель, которая дырки протыкает в судьбе. Вот так раз, и лучик света уже видишь. Это называется вера лучик света. Ты видишь уже, ты чувствуешь, счастье исходит от высших сил. Чувствуешь, что у тебя все будет хорошо в будущем. Так делать стоит молитву. Медитацию так не можешь сделать. А вот подскажите, я вот слушаю мантры через интернет. Что лучше слушать, песнопения молитвенные или мантры? Или в принципе нет? Смотрите, хороший, интересный вопрос. Давайте сейчас разберемся. Как вы думаете, что лучше слушать, мантры или песнопения? Все вместе. Вот она, она отвечает. Я вот послушала песнопения на ваших лекциях, но мне песнопения больше понравились. Потому что они по ощущениям более глубокие. Видите, ну все. А мантры, они просто механическим голосом повторяются. Ну все, видите, вы сами ответили на свой вопрос. Значит, лучше песнопения получать. Спасибо. Вы просто поймите, что выбор вы делаете. Вот, допустим, вы меня спрашиваете, Олег Геннадьевич, как вы думаете, какой парень лучше, этот или тот? Я говорю, а вы как думаете? Вы говорите, мне точно нравится вот этот. Я говорю, замечательно, это ваш выбор. Просто есть иролаж на эту тему, я вам сейчас его напомню. Это давно был в моем детстве, иролаж такой. Один волшебник, пришел парень к волшебнику, говорит, пожалуйста, приворот сделай, мне вот девушка нравится вот на фотографии, сделай мне приворот, чтобы она меня полюбила. Он говорит, ну хорошо, как скажешь. Какая девушка? Он говорит, та, которая красивее. Там две девушки, одна полненькая такая, другая худенькая. Вот, и он посмотрел, говорит, хорошо. И потом тот в класс приходит, мальчик в школу приходит, и полненькая начинает за ним бегать, это вот с фотографией которой. И тот, короче, в шоке, короче, прибегает, говорит, ты, чувак, сделал как бы приворот-то не на ту. Я говорю, какая красивее. А он говорит, а мне всегда полненькие нравились. Поэтому вы зря меня спрашиваете. По этому вопросу. Вы же сами как бы знаете, что вам больше нравится, зачем вам нужен мой ответ. Здесь ваш выбор. Слушайте дальше песнопения православные и становитесь верующим человеком. Цель человеческой жизни — это Бог. Идите. Вы и так верующий человек? Ну тогда, чего меня спрашивать, всё нормально, тогда у вас уже всё хорошо. Я обещал вам, да? Ну давайте, хорошо, микрофончик. Нет, микрофончик. Мы для всех общаемся, для всех. Олег Геннадьевич, можно я спрашиваю? Нет. Кому передать? Вот молодой человек на первом бреде. Воспитание. Да, я вас воспитываю чуть-чуть. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Вы вчера говорили про путь к Богу, и у меня есть вопрос. Вы говорили про религии, вот я не совсем понимаю, я молюсь. И в последнее время молитва как-то хуже идёт, чем вот когда я только начал это делать, около двух месяцев назад. И на счёт, ну вот, я не совсем понимаю, что я неправильно делаю, и как дальше идти, то есть какой следующий делать шаг. Религия мне любая очень не нравится, потому что у меня стереотип в уме, ну вот крестовые походы, там, сжигание ведьм. Ну для меня религия это вот это. То есть управление людьми, промывание мозгов и тому подобное. А это то, что вам, то, что вы в интернете начитались? Возможно. И я себя всегда, всю жизнь очень плохо чувствовал в храме. Я заходил в храм, меня начинает колотить, мне хочется сбежать, мне плохо. Во всех храмах? Христианских. А вы, значит, ещё не изучали, может, вам где-то в другом месте хорошо станет. Поймите такую вещь, что есть три стадии развития Личности вообще в целом, что касается движения к Богу. И если говорить о развитии Личности, вообще первая стадия развития Личности называется атеист, атеизм. Ну то есть, понимаете, эти все стадии, они зависят от того, куда, где находится сознание человека. Первая стадия, когда сознание пропитывает тело, то есть сознание соприкасается с телом, и человек, вот он воспринимает весь мир через призму материи. То есть он себя телом считает, он как бы не понимает, что он что-то ещё другое. Вот это первая стадия развития человека вообще в целом. На этой стадии человек воспринимает мир определённым образом. Он считает, что лекарства – это химические вещества, диета для него тоже – это белки, жиры, углеводы. Почему? Потому что он не понимает, что ещё то другое. Для него диета, вот надо баланс, калорий был в диете должен быть, белки, жиры, углеводы должны быть как бы правильно сбалансированы. Это его восприятие мира. Он лечится химией, потому что он не уверен. Он знает, таблетка вылечит точно, потому что там у меня тоже же химия кругом, и как бы вот химия на химию, получается хороший результат. Он воспринимает любовь как рефлексы. Считает, что жизнь предназначена для наслаждения, что смерть заканчивает жизнь, и поэтому надо как можно больше счастья, наслаждения получить в этой жизни. Если жена меня не наслаждает, ну что я с ней время буду тратить, у меня скоро смерть, надо развестись и как бы наслаждаться жизнью. Это атеизм. В это время человек не чувствует ни совести, ни глубоких отношений, он не понимает, что это такое. Его жизнь направлена только на достижение своих целей. Чаще всего такие люди, они склонны к невежественным вещам. То есть выпивка, потому что облегчения нет. Он же не дитя природы, контакта нет. Опустите ручку, пожалуйста, мой хороший. Иначе вы ничего не будете слушать. Вот сколько вы поднимаете руку, вы не слышите меня, вы слышите свой вопрос. Спросите меня, спросите меня, спросите меня. И лекция мимо вас проходит. Договорились? Все. Ждите свою очередь. А лучше слушайте лекцию. Вот. И... Ну что можно сказать? Атеисты, они верят только в науку, в экспериментальную науку. Считают, что Вселенная возникла из Большого Взрыва, что человек появился в результате естественного отбора. Это странное какое-то понятие. Я так и не понял, что имеется в виду. Вот этот естественный отбор. Потому что я... Ну как бы... Понятно, что там кузнечик может стать более приспособленным к климату. Но как инфузория в кузнечик превращается? Ну то есть, допустим, вот взять завод большой, да? Его невозможно построить из одного станка. Вот один станок, и мы бац, сделаем завод. Чтобы построить завод, надо сразу весь чертеж нарисовать. Потом все строить сразу. Точно так же клетка человеческая. Она строится сразу, вся. Там нельзя вот с белка, с одной аминокислоты начать и потом клетку сделать. Это невозможно. Там все сразу должно начать делаться. Один ученый серьезный, академик, он изучал как бы клетку и говорит, легче... Он американец, он сказал, легче... Боинг сам возникнет из кучи металлолома, чем клетка возникнет из чего-то другого. Ну то есть, она не может, вот законченная структура появится из неструктурных элементов. Это невозможно. Это только с помощью разума можно сделать. Но атеисты этого не понимают. Они думают, что все это вот все создается само, у них просто нет объяснения другого. Они выдумывают какую-то глупость. То есть, сначала ничего не было, потом бац, оно взорвалось. Что взорвалось? Ну они объясняют, говорят, ну знаете, если вот сильно напрячься, то можно понять, что ничего — это что-то. Ну я вот сколько ни напрягаюсь, никак не могу понять, как ничего может чем-то стать. Вообще вот хоть хлопнуть мне вообще, то есть я не могу понять. Если нет ничего, значит и нет ничего. Как это чем-то может стать? А мало того, оно не просто чем-то стало. Оно еще потом взорвалось, да так сильно, что появилось все. Вообще весело очень. И оно все увеличивается, расширяется постоянно. В общем, веселая теория, мне очень нравится. Для первоклассников. Вот. Это атеизм. Означает просто стадии развития личности, когда сознание пропитывает только грубое тело, и человек телесную концепцию жизни имеет. Что такое телесная концепция жизни? Я — тело. Самое главное в жизни — это секс, наслаждение тела, комфорт, секс, и как бы защищенность, чтобы у меня все было классно, квартира хорошая, защита. Секс, защита, комфорт. Все. Это телесная концепция жизни. То есть телки и телки. Телесная концепция жизни — телки и телки. То есть те, которые себя телом считают. Дальше следующая концепция. Человек развивается. Сначала атеист, да? Потом он становится нравственным атеистом. Вот все песни, которые я вам сейчас играю, это из эпохи нравственного атеизма. Когда люди в Бога не верили, но верили в совесть. Хотя совесть — это и есть Бог. Это его энергия. Как так отделить одно от другого, непонятно мне. Я спрашивал в школе, говорю, почему нельзя обманывать? Она говорит, зачем это объяснять? Обманывать нельзя, и все. Потом, когда я начал ведоизучать, оказывается, когда человек обманывает, там куча вещей происходит внутри. Например, он теряет возможность предвидеть, он теряет интуицию, удача уходит из его жизни. Он сам не понимает, что его обманывают в это время. Он входит в ту зону сознания, в которую человек не может понять, что его обманывают. Обманывает он сам, обманутым становится. Он не может предвидеть плохие события в жизни своей. Становится лопоухим. И так далее. Куча там вещей, которые происходят от человека. Зачем это надо тогда? Я не хочу так жить. Мне не нравится. Все. Сразу все понятно. Есть объяснение. И кто такие нравственные атеисты? Нравственные атеисты — это люди, которые уже начинают чувствовать энергии, но не могут объяснить себе, что это такое. Они верят в здоровье. «Физкультура, физкультура, ура, ура, будь готов. Ну-ка, солнце, ярче брызни». То есть они верят, что здоровый образ жизни — это хорошо, что сохранять семью — это хорошо, что не бросать работу, трудиться, быть трудолюбивым, не лентяем — это хорошо, что хорошо любить родину, хорошо защищать ее и так далее. Зачем это надо — непонятно. Все, это хорошо, все классно, зачем — непонятно. Во время этого в уровне сознания люди лечатся с помощью гимнастик. У них уже есть понятие диеты, то есть они понимают, что надо режим дня соблюдать, диету надо соблюдать. У них есть такие понятия — климатотерапия, солнцем лечиться — уже есть такие понятия, потому что входит понятие энергия в это время. Человек понимает, что нужно много энергии, нужна гиподинамия термин, то есть не хватает энергии. То есть они понимают, но откуда эта энергия, что эта энергия, они не понимают. Дальше, следующая стадия. Следующая стадия — это теизм. Ну какой теизм? Ну какой теизм? Вот такое, как вы говорите. То есть не теизм, в котором человек определился уже с верой, а атеизм в целом, что надо быть верующим человеком, надо любить природу. То есть человек начинает понимать, что всё божественно. Он понимает, что всё божественно. Это стадия развития. То есть понимает, что этот мир божественную природу имеет. он как бы хочет быть совестливым в жизни. Он хочет молиться, как он хочет. Не так, как там кто-то там, что-то они там напрягаются, каждый по-своему. Я молюсь, как мне нравится. И верю в Бога, как хочу. Я могу туда сходить, сюда сходить. На этой платформе человек уже не только энергии начинает чувствовать, он начинает чувствовать энергию ума. И в это время на этой платформе сознания человек уже понимает, что такое вегетарианство. Потому что Лев Толстой говорил, что вегетарианство — это не диета, это образ мысли. Это означает, что я не хочу кушать то, что связано с насилием. Вот я не хочу уже просто. Потому что в это время человек чувствует эти энергии насилия. То есть эта энергия ума означает судьба. А также такой человек начинает верить в судьбу. Он понимает, что есть судьба. Он уже может понять на этой стадии, что есть также следующая жизнь, что судьба, она движется из жизни в жизнь. Такой человек начинает чувствовать, что ему нужно как бы гармоничное отношение с этим миром установить. На этой стадии развития человек становится очень талантливым. Вот эти все стихи. То есть тонкие видения тонкого мира открываются. Унылая пора, очей, очарование. Приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природов видания. По Греции золото, одетые леса. Представьте, какое восприятие природы очень глубокое. То есть она одошедленная становится природа в это время, на этой стадии развития личности. Когда человек видит энергию ума, он чувствует ее. Месяц свои блески по лугам рассыпал. Месяц. То есть он взял, рассыпал блески. Стройные березки шепчут что-то липом. Березки стоят и кайлышатся. А они не просто, он же энергию ума видит, и он чувствует, что они с липами разговаривают. Это же не просто так эти стихи все возникают. Это определенные уровни мышления. Если вы хотите понять это восприятие мира, сходите в русский музей. Там вот эти вот картины природы очень выразительные. Они не одушевлены, они очень глубокие. И это очень высокий, достаточно высокий уровень развития человека. На этом уровне развития человек уже понимает, что такое насилие, старается быть бескорыстным, старается не совершать насилие над людьми, старается гуманным быть, прощать, просить прощения. В это время и умственная энергия развивается очень сильно, становится развитым человеком с платформы ума. Следующая стадия называется развитый теизм. Что такое развитый теизм? Это когда человек уже понимает, что религии предназначены для духовного образования, что самому по себе очень трудно понять, что такое святость, что такое Бог, как строить с ним отношения. Это самое сложное знание. И испокон веков от одного человека к другому вот эти традиции, как это понять, передавались. Называется развитый теизм уже. Человек в это время начинает понимать, что такое разум. И с этого момента начинается разумное существование. Что такое разумное существование? Это значит, что человек может своими силами побеждать свою судьбу. Все остальные люди просто живут, вот, допустим, островок, гороскоп составляет, говорят, у вас вот такая жизнь. Если человек не дошёл до этой стадии развитый теизм, гороскоп будет всегда попадать в точку. А если он дошёл до этой стадии? Не факт. Потому что он может уничтожить плохую карму с помощью молитвы. Она сгорает. То есть кто такой развитый теист? Это человек, который уже разум свой развивает. Он не просто питается благостными продуктами, он хочет питаться так, чтобы его разум стал сильным. Он уже с молитвой пищу готовит. Не просто так. Не просто хорошо кушает. А это с молитвами уже. Он воспринимает этот мир как отношение с Богом своей. Людей также видит, развитых, неразвитых. Различает их. Именно не по их доброте. Хороший, плохой человек. Это умственная концепция. А он различает развитый духовно, неразвитый человек. Он уже видит вот эти вещи. Святой, несвятой. Также он видит человек на платформе разума. Поэтому он и видит, что есть смысл в религиях, потому что там святые люди есть. Значит, ценить начинает уважать этих святых людей. Вот таким образом, чем лечится человек, атеист? Лечится химией. Чем лечится человек на следующей стадии, нравственный атеизм? Лечится здоровый образ жизни. Чем лечится человек на следующей стадии, умственное развитие, умственная платформа? В его лечении включается также прощение, пожелание всем счастья, хорошая атмосфера. И он лечится также, он различает продукты, благостные есть. Он также уже становится вегетарианцем на этой стадии. Он уже насилие отвергает из своей жизни. На платформе разума человек уже включает в лечение молитву. Он способен побеждать судьбу с помощью контакта с Богом. И самая последняя стадия развития человека — это святость. Человек безгрешным становится, он чистым, он чувствует Бога, живет для него. Судьба не действует на этой стадии совсем. Разобрались с собой, в какой стадии вы находитесь? Между мамой красотами, мне кажется. Нет разницы? Вроде и не там, и не там пока еще. Хорошо, замечательно, двигайтесь вперед. Никогда не перескакивайте через свою стадию. Вот как вы чувствуете, так и живите. Это все хорошо. Не чувствуете, что надо в храм ходить? Не надо ходить, но надо развиваться. Чувствуете, что надо молиться своими силами? Свои молитесь своими силами. Никогда перескочить невозможно. Я тоже прошел все эти стадии. Я помню эти периоды. Смешанный — это значит переход, идет переход. Когда человек много храмов входит, значит, он веру не выбрал. Знаете, когда человек выбрал веру, у него есть вера Бога, он не спрашивает никого, в какой вере ему быть. Это невозможно. Как? А не переход идет от одной в другую постепенно. Та стадия еще остается, но человек перетекает сознанием уже в следующую. Так всегда бывает. Это не то, что одну дверь закрыл, потом хлопнул, все, та уже закрыта. Нет. Идет постепенный переход. Путь. Это дорога. Это не комнаты одна за другой. Это дорога. Но в ней есть этапы определенные развития человека. Сознание, где больше сознания находится. Если сознание с душой контактирует, значит, тогда это самая высшая платформа святости. Если сознание с разумом контактирует, значит, это развитый теизм. Сознание контактирует с умом, значит, это теизм. Сознание контактирует с психической энергией, праной, значит, это нравственный атеизм. и сознание с телом контактирует, значит, это просто атеизм. Телесная концепция жизни. И все люди, которые вас окружают, все находятся на каждой из своих стадий. И все они имеют право быть людьми, жить. Это не то, что эти высокосортные, это низкосортные. Все люди имеют право жить. И мой наставник объясняет, он берет два манго, зрелая манго и как бы незрелая. Он говорит, это манго, вот это зеленое, которое я говорю, манго. А это? Я говорю, это тоже манго. А чем они отличаются? Я говорю, они отличаются тем, что это кислое, а это сладкое. Это незрелое, это зрелое. Он говорит, нет, они отличаются тем, что это зрелое сейчас, а это созреет через две недели. И говорят, точно так же люди. Посмотри на всех людей такими же глазами. Если человек сегодня не зрелый, он может через два года будет более зрелый, чем ты. Что ты его осуждаешь? Дай ему возможность развиваться, как он развивается. Девушке ответный вопрос, который я задавала про мужа. Дай ему возможность развиваться своим чередом. Это признак любви. Любить человека означает давать ему возможность жить, как он живет, комфортно. Я вам благословляю вас жить, как вы живете. Комфортно живите и развивайтесь. Не думайте о том, что вы что-то не то делаете. Вы делаете все то, идет развитие правильное. Если яблоня дает цветы, не надо от нее требовать плодов. Рвать все цветы, говорить, где плоды. Это неправильно. Спасибо большое. Можно еще кое-что? Нет, нельзя. Уже дальше ждут девушки всякие. Вот девушка сзади сидит, она уже стул протерла, ерзает. Дайте ей микрофончик. А вы не хотели разве дознать вопрос? Нет, это вы, да. Ну хорошо. Здравствуйте. Олег Геннадьевич, у меня такой вопрос. Во многих ваших лекциях вы говорите о том, что когда молишься, нужно представлять наставника, да, святого человека. Не обязательно представлять. Можно на слух, настраиваться. Можно на образ. Можно на его поступки. Все зависит от того, какого у вас мышления. Разные типы мышления. Кому-то легче представлять образ, вы представляете образ. Кому-то звук легче чувствовать, а кому-то деяние человека. Вот интересует, где, как встретить наставника своего? Не нужно об этом думать. Это очень высокий уровень развития человека. Человек встречает наставника, когда он уже попал в какую-то веру, и он там, в этой вере, уже развился достаточно, чтобы встретить наставника. Вам не этим надо заниматься. Вам надо просто экспериментировать. То есть брать различные молитвы, песнопения, и вместе с ними повторять молитву, или «Я желаю всем счастья». И вот этим заниматься. Кто бы ни молился, кто бы ни читал эти молитвы, все эти люди для вас представляют большую ценность. Там среди них вы найдете свое. И не надо стремиться к чему-то там совсем уж беспредельному. Но такой способ тоже есть, такой метод. Допустим, вы считаете Сергея Радонежска святым, допустим. Берете, ставьте его изображение, кланьтесь ему. Но слушайте молитву при этом того, кто молится. Его же молитвы нет рядом. Тогда не было записывающих устройств, правда? Но сейчас есть. Поэтому вы слушайте голос того, кто молится, соединяясь через звук с ним. И при этом кланяйтесь тому, кого вы считаете святым. Так вы можете развиваться и сконтактировать в конечном счете с этим святым человеком. Спасибо большое. Там вот девушка у нас сильно расстроилась. Она хотела спросить. Руку тянула. Я ее запретил ей тянуть. Дайте ей. А то она уже побледнела. Я боюсь за ее здоровье просто. Здравствуйте, Олеги. Здравствуйте. У меня год назад были тяжелые отношения. Я вижу, да. Чувствую, что вам тяжело. Я забываю уже этого человека. Мне все равно, как ему дела. Вам все равно прям, да? А это хорошо или плохо? Я думаю, нет. Надо, 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 правильно, что вы запутали, сейчас объясню. Надо понять разницу между безразличием и отсутствием привязанности. Часто человек просто хочет отвязаться. Ну, то есть безразлично относиться к человеку. А отвязаться не означает безразлично относиться, а означает переключить свою зависимость от человека на пожелание ему счастья. То есть нужно раскаиваться в том, что было и желать счастья человека, прощать, просить прощения. Когда у вас светлая память, о нем появится светлая память, тогда в этом случае вы можете дальше уже встретить кого-то еще. Просто как-то странно, я его уже забываю, и мне кажется, что лучше не надо забывать. Вы же городская, вам сейчас легче стало, вы как бы уже не больно, вы теперь превращаете эти отношения в чистые и светлые. Люди не могут забыть друг друга, ваше чувство, что вы его забываете, оно неправильное. В сердце глубоко все равно связь осталась, надо ее сделать чистой и светлой, чтобы между вами чистота была. И тогда можно строить дальше жизнь свою, ничего не помешает. Просто я думала, что это очень плохо, что я как-то как предатель. А вот это уже, вот видите, когда вы возводите в ранг поклонения свою привязанность к человеку, это нехорошо. Но мы с ним не общаемся. Я сейчас говорю не об этом. Вот допустим, если, знаете, вот похожие вещи происходят, когда человек близкий ушел из жизни, и все плачут, смотрят, кто не плачет там. Эх, козел, не плачет. Вот, ну надо плакать, то есть. Плакать это что значит? Это испытывать отрицательные эмоции, значит, мучиться надо. Нет, не мучиться надо. Надо ему отдавать счастье, энергию счастья. Надо молиться за него, желать ему счастья, а не мучиться. То есть вы думаете, я не мучаюсь уже по этому человеку, это плохо, надо мучиться дальше. Нет, это неправильное мышление. Надо желать ему счастья, раскаиваться, просить прощения. Если вы чувствуете долг перед ним, вы его бросили, допустим, ну раскаиваетесь, это объем работы. И то, что вы должны мучиться, и тогда в этом случае, если вы как бы мучаетесь без него, значит, вы отрабатываете этот долг. Это неправильное мышление. Надо думать о Боге и ему дарить счастье этому человеку. Да. И когда мне было плохо, я очень много молилась, там, холодной водой обливалась, рано вставала, все делала. А сейчас хорошо стало, уже не хочется, правда? Да. Я стараюсь, я поняла, что делать теперь, но я очень стараюсь, я приду к этому. Конечно, придете, потому что в страхе и в страдании любой человек предается Богу. А предаться в счастье очень сложно. Это высокий уровень развития. И это непросто. Поэтому сначала человек предается Богу, страдание уходит, он расслабляется. Новое страдание приходит, опять предается Богу. И потом начинает понимать, что надо всегда думать о Боге и не ждать, когда опять хлопнет по башке. Приходит время уже, вот так вот человек думает. А приходит время, он просто любит Бога и о нем думает по этому, из любви, не из страха. Я просто ковыряю губы, и вроде как я молилась, и боль уходила, и психическое напряжение снималось. Мне было хорошо, но ты себя не контролируешь, я просто не знаешь, что с этим делать. С чем? Ну, ковыряю губы, ногти, нервничаю. Ну, вы напряжены, значит. Это уже другое. Если вы нервничаете, значит, нужно бегать. Или заниматься зарядкой, или закаливанием, или йогой заниматься. Ну, то есть надо движением снимать напряжение в теле. Мы об этом говорили. Плюс лес, тоже земля. То есть нужна защита и расслабление, покой. То есть вам не хватает энергии защиты земли, не хватает. И энергии покоя не хватает в голове, энергии земли не хватает, защитного каркаса, энергии деревьев. То есть если я этим все взомойся, я уже перестану, да? Да. Вас расслабит. Это другое немножко. Спасибо. Вот мужчина. У нас мало мужчин, мы бережем. Мужчина, если задает вопрос, значит, надо дать возможность. Потому что мужчины на всю жизнь помнят ответ. А женщины, они после вопроса помнят. Так хорошо, Олег Геннадьевич ответил. Спасибо ему. Что ответил, уже не помню, но так хорошо. Так бывает. Добрый вечер. Благодарю вас за вашу деятельность, за лекции, за все, что вы делаете. Спасибо вам. Спасибо. Много лет слушаю ваши лекции. У меня вопрос состоит в следующем. Скажите, если в прошлых жизнях, ну, я думаю, многие поймут, ну, так скажем, деятельность кармическая была неблагополучная, ну, то есть, ну, совершено было много грехов, в том числе, ну, и с самим собой, и родственниками там, там, сталинские лагеря и все такое. Вот, и, ну, как бы, они вот на сегодняшний день, они, ну, как бы, ну, влияют на эту жизнь. Факт. Да, они влияют на эту жизнь, и как смягчить их, что сделать, как вот, чтобы, ну, улучшить жизнь, чтобы было... Вы говорите сейчас о памяти. Вот память, через память их приходит боль. Да, да. Вот, что делать? Вы берете память свою, оставляете с помощью слушания того, кто молится, и вы молитесь вместе с ним. В это время вы утверждаетесь в этой жизни слушания и молитвы. Память о вашем прошлом, она ждет, сзади стоит, а вы копите силу в это время. Эта память тратит ваши силы, она вас утомляет, делает вас усталым, она съедает вашу жизнь, эта память о таких событиях. И цель вот этой ситуации в вашей жизни — это дать вам возможность понять, что такое вера. Когда человек начинает слушать звук возвышенного человека и вместе с ним молится, то первая стадия — у него в сердце возникает спокойствие, то есть счастья хватает на все. А потом вы можете специально, прямо во время молитвы, поклоняясь алтарю, потихонечку начать вспоминать лагеря, и вы увидите, что гаснет пожар этой боли. Он будет гаснуть потихоньку, с каждым днем больше, больше, больше. И наступит такой момент, когда, вспоминая лагеря, вы чувствуете, что все хорошо. Это уже вас не волнует, хотя в памяти это осталось. Но оно остается чисто и светло, спокойно. То есть эту судьбу вы отработали. Получается так, что вы задолжали с прошлого, то есть вы получили наказания какие-то, но у них полностью не отработали. И эти наказания, они на вас идут через эту память, продолжают вас мучить. Его надо просто с помощью энергии Бога взять и сжечь эту плохую судьбу. Потому что плохую судьбу сжигает только энергия Бога. И цель человеческой жизни — это контакт с Богом. Поэтому люди и страдают, что они знают, что такой контакт есть. Когда вы начинаете с Богом контактировать через молитву, через контакт, молитву других людей, вы сжигаете эту память тяжелую, вам легко становится все. Ну, я стараюсь, я посещаю монастолии, то есть крещеный человек. Вот смотрите, сейчас я вам скажу. Вот три года назад у вас эта память действовала на вас на 40% сильнее, чем сейчас. И вы сами это чувствуете. Вот вспомните, как вы помнили это три года назад и как сейчас. Вам стало легче вспоминать. Так? Это результат вашей духовной жизни. Именно три года вы очищаете своё сознание. А если вы ещё будете молиться, не просто посещая что-то, потому что есть два способа очищать свою судьбу. Один пассивный, когда вы куда-то ходите и там присутствуете. А в другой активный, когда вы слушаете голос того, кто молится, и вместе с ним молитесь, слушая его, как он это делает. В это время быстрее всё начнёт происходить. Согласен. Действуйте. Спасибо. 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 Видите, у нас вся лекция сегодня о чём? О победе над судьбой. У нас сегодня об этом. Поэтому очень хорошо отвечать на вопросы именно на эту тему. У кого на эту тему вопрос? Давайте вот женщина. Дальше вот вы. Женщина серьёзная, образованная. Спасибо. Здравствуйте, Евгеннадьевич. Приятно вас видеть. Да, можно в тему. Вы знаете, тоже, когда узнала о духовных практиках, о духовной жизни, вот эта фраза «духовные практики», она неправильная. Есть только одна фраза «духовная практика». Духовная практика. Это означает, что у вас уже есть традиция какая-то, культура своя. А до этого просто эксперимент. Это тоже хорошо, это нормально, но именно духовная практика начинается, когда человек уже в рамках своей веры пошёл вперёд. Вот это уже духовно. И вы знаете, вот до этого была страсть, да? То есть были какие-то цели материальные, чего-то в жизни хотелось добиться. Это хорошо? Нашла какой-то... Это хорошо, просто они не главные. Хорошо чего-то добиваться в жизни. А вот когда началась духовная жизнь, так можно сказать, да, ну вот, в ступице вот этот период, немножко произошло разочарование материализма, да? И вот, знаете, какое-то вот прямо ухтошение в жизни. То есть я сейчас, можно сказать, по-женски, как бы даже более счастлива стала. То есть мне не хочется работать, и я могу себе это позволить, да? Это тоже пройдёт. Но уже, да, уже прошло. Вы отдыхаете просто, вы на пару, вот вы почувствуете себя женщиной, отдыхаете. Придёт время, и вам захочется опять что-то делать в социуме. Но уже не так, как раньше. Вы не как мужчина будете мыслить, а как женщина работает. А когда она придёт? Уже сейчас, уже вот, видите, вы говорите, хочется действовать. Значит, уже пришло. Просто вы действуете по-другому. Женщина как действует? Она действует из творческого потенциала, из радости. Она не как и шаг работает. Или не как мужчина. Это шутка, чтобы немножко, шутки тоже нужны. Вот. Она работает как женщина. То есть она работает творчески. Сколько сделала, столько сделала. То есть... Ну вот в голове немножко такая нестыковка. Как бы вот путаюсь я иногда. Не смешиваю ли я свои духовные такие вот, да, как бы продвижения с материальными? А духовность, духовная жизнь не бывает безматериальной. Вот, допустим, если вы чисто духовную жизнь отделили от материальной, то тогда никакой жизни не остаётся. Это просто монашество. Если вы хотите духовную жизнь для Бога делать вот в обычной жизни, тогда вы трудитесь для Бога. Вы можете делать какие-то хорошие дела, добрые. Вы же талантливый человек, вы руководитель. Можете там организовать какие-то, допустим, деятельность какую-то социальную, которая будет людям пользу приносить. И для Бога всё. Отметьте себе, что это я для Бога делаю. И так по этим принципам и действуйте. Спасибо вам, что пришли на лекцию. Вот таким людям, как она, очень трудно прийти на лекции, потому что разум очень сильный. Все говорят, туда не ходи на эти лекции. Разумные люди побаиваются, думают, что там такое, не надо ходить. Она взяла, пришла, послушала. Это значит, что у неё очень сильная способность, тяга к истине. То есть она всё изучает, смотрит, где правильно, чувствует сердцем, выбирает и так далее.